Всем зрителям и участникам привет! Вы на канале Кэптон Валентайн. Сегодня собрались знатоки кинокомиксов Marvel и DC. В качестве нововведения были добавлены Камни Бесконечности, каждая из которых имеет свои особенности. Для максимальной честности и чистоты эксперимента никто из игроков заранее не знал, какими эффектами обладает каждый из них. Игрок Эльпида выбрала Камень Реальности. С его помощью можно получить иммунитет от потери очков. Игрок Лимончик выбрал Камень Времени, дарующий больше времени на ответы. Игрок Ирина с кофеином выбрала Камень Разума. Он дает однократный буст очков. Игрок Колесием Икс выбрал Камень Души, с помощью которого можно вне очереди открывать вопросы без риска. Подробнее о том, как работают камни, можно прочитать в описании. Приятного просмотра! Хорошо, пусть будут вопросы 200. Столицей какого государства является город Мадрид? Испания. Играем с Эльпидой. Ой, ну давай 700. Давайте. Что послужило названием химическому элементу Индию? Название страны Индия. Отвечал Лимончик. Лимончик, какой был ваш ответ? Ну, если сейчас то же самое. А, ну тогда ладно. Ну на будущее, ребят, на будущее. Когда вы убеждаетесь, что отвечаете вы, отвечайте. Просто сейчас, как бы, триггер нажал Лимончик, а Эльпида первая сказала. Нет, я тоже нажала. А первый нажал Лимончик, именно он отвечал. Ну давайте, отныне без этого. Будьте внимательны, пожалуйста. А так, в честь цвета Индиго. Эльпида выбирайте. Сколько парнок и пауков? Восемь. Парнок? Ааа. Четыре. Четыре. И на будущее, пожалуйста, называйте тему и стоимость. Спасибо. Ага, на общие сто. Шесть и шесть? Тридцать шесть. Нет. Неожиданно. Ну это было бы странно, да. Играем с Эльпидой. Я напугался. А вообще вопрос пятьсот. Кто является автором картины «Поля тюльпанов» в Голландии? Не гуглим, я пойму. Клод Мане. Никогда не слышала. Понимаю. Не умеем рисовать. Эльпиды, играем с вами. А на общий вопрос триста. Какой витамин синтезируется в коже человека под воздействием солнечных лучей? Витамин D. Он самый. Ну и давайте добьем шестьсот общий вопрос. В каком городе родился Вольфган, Камадей, Моцарт? Вена. Нет. Все отвечают «Вена» и все заваливаются на этом вопросе. Популярная ловушка. Это город Зальцбург. Итак, закончили копилку. Лимончик минус семьсот, у Ирочки ноль, у Эльпиды двести, у Колизеем Икс минус двести. Набрали баллов, называется. Ну это начало. Это начало. Итак, темы. Марвел против DC. Герои по кусочкам. Детали DC. Сдвиг по фазе. Что было дальше? И в каком году? Итак, играем с... Лимончиком. Так, ну, давайте герои по кусочкам за сто. Это темный Супермен? Ну, можно и так сказать, но засчитано. В антибелом костюме. Так, ну, давайте дальше. Героя за двести по кусочкам. Это шазам. Это шазам. Он самый. Играем с Эльпидой. Так, в каком году за 300? В каком году за 300? В каком году вышла первая версия фильма Лига Справедливости? Оу. В 2017 сказали, но я что-то тупанул. Да, пусть будет. В каком? В 16. Нет. В 2017? В 2017, да. Играем с Эрой. Так. Давайте герои по кусочкам 400. Это Deadshot. Он сам. Играем с Лимончиком. Давайте Marvel против DC за 200. Все просто. Назовите вселенную по персонажу. Это Marvel Фелиция. Да. Играем с Эльпидой. Герой по кусочкам 300. Зеленая стрела. Да. Называется мой любимый главный герой. И давайте добьем герой кусочкам 500. Вам достается вопрос с секретом. Можно оставить, можно кому-то отдать. Тема наброски за 600. Лимончик. Лимончик, да. Хорошо. Дай мне Лимончику. Итак, назовите персонажа по наброску. Он фигурировал в нескольких фильмах киновселенной Марвел. Это красный череп, который на этом. На вор в мире, да. Верно. Спасибо. Играем с Лимончиком. Marvel против DC за 100. Красный колпак. Tom Redwood. Вселенную. А, вселенную DC. Да. Внимательно, пожалуйста, на вопросики. Смотрим на темы. Так. Marvel против DC 500. Stingray. DC. Нет. Получается, Marvel... Ну, соответственно, да. Так. Что было дальше? 200. Принято. Кто появится в одном из следующих кадров? Это... Сын... Лайтфуда, отец Гарри Осборн и Норман Осборн. Нет. Это же Дефон, Джокер. Джокер. Это Темный Рыцарь, да. Немножечко пролетаем со вселенной, но ничего страшного. Играем с Колизиумом. А, так. Что было дальше? 400. Принято. Это в каком году? Ну, ладно. Вышел... А, пардон. Вышел... В каком году вышел первый эпизод сериала? Не грандиозный Человек-паук? 2004, если не ошибаюсь. Не. Грандиозный Человек-паук. The Spectacular Spider-Man. Ну, это же с родинкой которой, нет? А, это другой, ладно, все. Да, давайте, давайте сразу решим. Либо я за вас щелкаю, либо вы все сами за себя щелкаете. Давайте сразу договоримся. Что было дальше? 400. В этой сцене присутствует рука значимого персонажа. Пускай в соответствующем эпизоде его не показали. Кому же она принадлежит? Сейчас покажут. Руку. Сериал Соколиный глаз, если что. Ааа. Гинг пинул. Точно, он же штраф фигурировал. Был. Играем с Колизием. Ах, сдвиг по фазе 100. Все просто, назовите фазу. Первая. Да. Играем с Ирой. Так. Что было дальше, 300. Вам достается вопрос без риска. Если отвечаете правильно, получите 600 очков. Если ничего, не отвечаете или отвечаете неправильно, ничего не теряйте. Кто появится в следующем кадре? Эм, Дармаму. Сейчас. Да, да. Вопросы, которые без риска, аукционы и с секретом только одному человеку достаются. Поэтому можете не стараться, но респект, что пытались. Ирочка, выбирайте. Что было дальше, 500. Какая всемирно известная персона появится в этой сцене чуть позднее? Илон Маск. Да. С него и был списан образ Тони Старка какое-то время. Вернее, дополнялся образ из фильма. Ирочка, выбирайте. Так, Марвел и DC 300. Соломон Гранди. DC? Да. Ну, Марвел и DC 400, так да. Давайте добьем. Вопрос без риска вам достается. Правильный ответ 800 очков, неправильный, ничего. Назовите персонажа Марвел, вот из ниже перечисленных. Акал? Да. А, один, все, слава богу. Один, да. Так, а что было дальше, 100. Вопрос со ставкой вам достается. Ну, очевидно, что это простой вопрос, но мало ли. Все может быть. Да, гуляем. Ва-банк. Играем с коллизиумом за 1600. Что произойдет в следующем кадре? Акалк протрет им пол. Верно. Почему нельзя было нажать? Потому что максимальную сумму предложил коллизиум. Ее никто не перебьет 1600. Эх. Так, я хочу детали за 300. Вопрос со ставкой вам достается. Я не знаю DC, поэтому вот так. Номинал. Ирочка, ответите. 400. Коллизиум. Давай. 500. Ирочка. Пас. Играем с коллизиумом за 500. Блин. Как зовут Джокера в одноименном фильме Тодо Филлипса? Ох ты. Эм. Самое распространенное имя на планете Мохаммед. Может быть Мохаммед? Нет, нет. Это тот, где этот снимался Николсон, да? Нет. Нет, тогда пас. Артур Флек. А. Все. Самого недавнего. Я понял. Окей, коллизиум выбирайте. А детали за 200. Убийцы родителей Брюса Уэйна в комиксах и фильме Нолана. Но это был обычный грабитель. Ну, в андресте. У него есть имя и фамилия. А, так, тогда нет. Кто-нибудь? Лес рук? Нет. Джо Чилл его звали. Играем с коллизиумом. Так. В каком году 200? В каком году вышли первые Мстители? В 2008... Нет, в 2012. Верно. В каком году 100? Вопрос без риска вам достается. Правильный ответ 200, неправильный ответ ничего. В каком году вышел Темный Рыцарь? Хороший вопрос. Да мой это вопрос, мой. Эээээ, так... Оно полист. Ну пусть будет 2008. Угадали. Да? Кому-то везет. Так. Эльпидо догоняем. Восстанавливаемся. П-п-п-п-п-п... Ну давайте за 500 в каком году? В каком году вышел самый первый сериал о Бэтмене? Эээ... Год прям не скажу, 1960-й год, и может 66-й, 67-й. Раньше. Раньше. Самый первый, самый-самый первый. В 1943 году. Это не тот, который черно-белый? Черно-белый, да. Чёрт. Колизи мы играем. Ак... Ммм... Детали виси за 100. Единственная не магическая слабость Супермена. Криптонит? Да. А, я думал Лоис Лэйн. Да, вот такая же была идея. Эээ... Так, Зиг по фазе 200. Соколиный глаз. Вторая фаза. Ну, четвёртая фаза. Чётвёртая, да. Внимательно убедитесь, что вы отвечаете. Ещё разок посоветую. Играем с Лимончиком. А, давайте по фазе 300 тогда. Давайте. Тор 2, Царство Тьмы. Вторая. Логично. Угу. Детали DC 500. Кем работал отец Аквамена в фильме 2018 года? По-моему, он маяк чинил. Ну, смотрите, маякада защитил. Верно. Детали DC 400. Кто парализовал Барбару Гордон в комиксе «Убийственная шутка»? Ну, вообще, это был Джокер из совокупности... Ну, там как получилось? Она упала с высоты на машину, из-за этого она стала парализованной. Нет, Джокер прострелил ей позвоночник. В убийственной шутке имеется в виду. А, значит, я путаю вселенную шутку. Ну, вы верно назвали, кто послужил причиной, вы правильно сказали. Эльпиды выбираем. Раздых по фазе 400. Вопросы о ставке вам достается. Вы можете сделать только номинал, лимончик, перебьете. И не пас. Раздых по днём. Бабанг! Ирочка, ответите? Вообще ничего не получается. Ладно. Бабанг! Колизи вам ответите? Нет, спасибо. Играем с Ирочкой за полторы. Человек-паук вдали от дома. Третья. Да. Окончание третьей фазы, верно. Ну и сдвиг по фазе, последний вопрос. Первый мститель, другая война. Вторая фаза. Да. Ну что ж, я вас поздравляю, первый раунд прошёл с малой кровью, так сказать. Диси. Марвел. Логично. Цитаты. В главных ролях. Угадай мелодию. Мои любимые локации. И играем с альпидой. Так. Цитаты 200. Цитаты 200. Вопросы о ставке вам достается. Вы можете поставить только номинал. Лимончик. 300. Ирочка. 400. Колизиум. А можно вопрос? Это будет... Ну, угадать чья цитата, правильно? Да. Ага. Хорошо. Опять ва-банк? Нет. Тысяча. Ирочка. Пас. Играем с колизиумом за тысячу. Если скажу, что случится, это не случится. Доктор Стрэндж? Да. Так. Я вот хочу воспользоваться камнем. Сейчас. Вам вопрос без риска. Ага. У вас еще остается, да, два раза еще можно использовать камень. Итак, вам вопрос без риска. В главных ролях за 400. В главных ролях. Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Софи Ди Мартино. Локи? Да. Ага. Поднимаемся, поднимаемся. Все причем поднимаемся. Колизиум выбирайте. А что такое Марвел? Это нужно среку подать. Это вопросы по кино вселенной Марвел. Ну, по комиксам по кино вселенной Марвел. Марвел 400. Единственный камень бесконечности, который выглядит как темная, красная, вязкая жидкость. Камень реальности. Да. Все. Все правильно. Ирочка, играем с вами. Так. Ну, давайте в главных ролях 800. В главных ролях 800. Вопрос со ставкой вам достается. Вот такие фартовые на ставке, я смотрю. Колизиум 800. Больше? Меньше? Пас. 900. Ирочка. 1000. Колизиум. Пас. Ирочка. Ой, нет. Пардон. Какой пас? 1100. 1200. 1300. Пас. Все, играем с Колизиум за 1300. Главных ролях Джек Николсон, Ким Бейсингер, Майкл Гофф. Ну, собственно, Бэтмен. А режиссера подскажете? Тим Бертон? Да. Голизиум играем. Так. Локации за 600. Локации 600. Этот мост Нью-Йорка можно увидеть во многих блокбастерах. Таких как Человек-паук, Темный рыцарь Возрождение Легенды, Мстители Война Бесконечности. А также Человек-паук, Нет пути домой. В отдельных случаях он служил лишь декорацией, а в нескольких фильмах непосредственным местом действия. Вот он. Вот так он выглядит. Вопрос, как он называется? Бруклинский. Бруклинский? Да, Бруклинский мост. Нет, но он тоже был. Но не тот. Это мост Куинсборо. Играем с Голизиум. Marvel 600. Эту фразу, известную среди фанатов комиксов, ни разу не использовали в фильмах, вплоть до блокбастера 2019 года. Однако Крис Эванс использовал ее в текстовых сообщениях. Мстители общий сбор. Да. Долг ждали, но дождались. Ура. Лимончик, играем с вами. Блин. Давайте угадать мелодию за 200. Попробуем. Давайте попробуем. Вопрос без риска вам достается. О, хорошо. Хорошо. Это спецвопрос, только Лимончик отвечает. Я даже не понял. Нет бы дальше дослушать, дайте. Авторские права, все дела. Лимончик, отвечайте. Я думаю, сейчас, секундочку. Вы не использовали Камень Времени, поэтому времени у вас будет мало для ответа. Не знаю. Пусть будет Бэтмен какой-нибудь. Нет. Увы. Но это было просто без риска. Это Spider-Man 94 года. Но это было похоже на... Не стал. Понимаю. Лимончик, выбирайте. Ну, музыка не мое. Давайте Марвел за 200. Настоящее имя Соколиного Глаза, которое на картинке. Просто их несколько. Клинк Бартом. Да. Играем с Лимончиком. Эльпиду поднимаем. Цитаты за 400. Цитаты за 400. У меня в груди засела шрапнель, которая каждую секунду рвется к моему серию. Тони Старк. Да, ну, может быть, даже первую строчку прочитать и на этом остановиться. Ладно. Цитаты 600. Проигрывать всегда горько. Неистово верить в свою правоту и все равно проиграть. Да, вам страшно. Да дрожи в поджилках. Но вот вопрос, чего ради? Памос? Да. Точно. Вот я хотела нажать, но сомневалась. Играем с Ирой. Давайте Марвел 800. В комиксе Marvel Holiday Special 91 года выпуска Церебра предупреждает Люди Икс о присутствии самого могущественного мутанта в Нью-Йорке. Кто же это был? Это Санта-Клаус. Это был рождественский спешл. Блин, можно же было логически догадаться и хоть как-нибудь. Ира? Не верно. Давайте в главных ролях 600. В главных ролях Хейли Стайнфилд, Вера Фармига, Флоренс Пью, Винсент Д'Онофрио. Холин Глаз? Да, он самый. Я хочу использовать камень. Окей. И теперь вопрос. Когда мелодию 600? Лес. Это же Бэтмен. Который мы не посмотрели. А, никто не посмотрел. Да. Ну, эх, Ирочка, выбирайте. Так, ну, долго до мелодию 400. Данная композиция сопровождает трейлер именно этого фильма. Понятное дело, что потом куча ремиксов сделали с этой композиции, но этот трейлер был первым. Славянская. Это Лига Справедливости Зака Снайдера. Славянская Лига Справедливости. Защитники. И... Защитники. Защитники. Зато 800. Много лет назад я был в Бирме. Мы с друзьями работали на местное правительство. Оно пыталось купить преданность вождей разных племен при помощи драгоценных камней. Но на их караван к северу от Рангуна напал какой-то бандит. И мы отправились искать камни. За полгода поисков мы не нашли никого, кто бы торговал ими. Однажды я увидел в руках у ребенка рубин размером с мандарин. Этот бандит просто выбрасывал камни. Он получал от этого удовольствие. Так, это вроде с темного рыцаря, нет? Да, а кто произнес? О-о-о. Пусть какой-то будет мужчина Н, я не помню его имя. Какой? Мужчина под именем Н, я не помню его имя. Ладно. Не знаю такого. Фильм угадали. Ну, если это темный рыцарь, то... А, темный рыцарь, блин. Время. Все, да. Это Альфред был. Он рассказывал историю. А, это дворецкий? Да, да. Ирочка, выбирайте. Морол, тысяча. Морол, тысяча. Вопрос секрета вам достается. Можно оставить себе. Кому отдадите вопрос, тема не скажу. Эльпиде. Эльпиде вам оставить. Тема Люди Икс стоимость 1200. Оу. Среди персонажей Люди Икс существует товарищ, у которого есть занятная суперспособность. Никто не может вспомнить, что он вообще существует. Знания ботаники помогут вам вспомнить, как же его все-таки зовут. Так, это либо зверь, либо тварь, как его еще перевели. Это ответ или мысли? Ответ. Зверь. А при чем незнание ботаники? Потому что... Его зовут Незабудка. Потому что в комиксах... Нет, в комиксах говорилось то, что зверь увлекается ботаникой. А, ладно. Но персонаж звали Незабудка, и никто не мог вспомнить о его существовании. Да, это была его суперспособность. А, ну да ладно. Эльпиды выбирайте. Так, локации 200. Локации 200. Именно в этом месте Артур Флекс совершил свое первое убийство в фильме Тодда Филлипса. Метро Нью-Йорка. Лимончик отвечает. Ну, метро искал. Метро, да. Простите, пожалуйста, я думала, что я нажала. Как бы... Нет ничего, вы просто другим помогаете. Заработать больше баллов. Лимончик. Си за 200. Никто не трогает. Бедный DC. Сколько часов длится расширенная режиссерская версия Лиги Спрерлистия, Зак Снайдера? Четыре часа. Да, четыре часа две минуты, да. Плюс титры. Так. Респект всем, кто посмотрел. Да, потому что это было сложно. Гарл Харбор не такой длинный, кажется. Главных ролях 200. Главных ролях Том Холланд, Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд. Человек-паук, нет пути домой. Логично. Ей. Эльпиды, играем с вами. DC400. Вопросы, а ставка вам достается. Вы можете сказать номинал. Лимончик. 500. Ирочка. 600. Колизием. 700. Лимончик. Пас. Ирочка. 800. Колизием. 900. Ирочка. 1000. Колизием. 1100. Ирочка, пас. Играем с Колизием за 1100. Из чьих останков был сотворен Думсдаевки, населенный DC? Без понятия. Я даже не знаю, кто это. Понятно. Сразу не понятно. Из останков генерала Зода. Если ты не вам что-то говоришь. Этого я тоже не знаю. Понятно. Итак. Все, доигрался, извините. А в главных ролях 1000. В главных ролях Майл Стеллер, Майкл Б. Джордан, Кейт Мара, Тоби Кэпбелл. А это Черная Поттера? Нет. Знал, что вы дернете на эту улочку, но нет. На эту уловочку нет. Это один из самых провальных фильмов. Фантастическая четверка. Колизием выбирайте. Так, угадай мелодию 1000. Назовите игру. Тут, пожалуйста, будьте точны, если будете отвечать. Будьте максимально точны. Могу придираться. Потому что многие могут спутать. Ладно. Это Batman The Enemy Within. Второй сезон. Тейл Тейл Сириас. Эх, опять не нажала, ну ладно. Эх. Локация 400. На какой планете можно раздобыть камень души по версии киновселенной Марвел? Кромеру. Да. На ней самый. Еее. DC 600. Не знаю. Бедный DC. В качестве экспозиции в фильме «Отряд самубийц» показано, как Флэш с легкостью задержал именно этого персонажа. Там бумеранг? Да. Такое вот было камео. Ирочка, выбирайте. Так. Давайте угадаем мелодию 800. Добиваем мелодии. Наверное, единственная композиция в этом произведении, которую я запомнил. Это сериал «Сокол и Зимний солдат» играет в титрах. Дожили! Самые нормальные композиции играют в титрах. Ну, это мне так кажется. Ирочка, выбирайте. DC 800. В комиксах именно так называется место уединения и штаб-квартира Супермена. Пещера одиночества? Почти. Одно слово верно. Крепость одиночества. Эх. Да на ферме трактор разбирает. Ну, близко, да. Ирочка, выбирайте. Локация 800. На кадрах со съемочной площадки этого еще не вышедшего сериала Marvel можно увидеть массу любопытного реквизита. Ларьки с пирожками, матрешки, баннер с надписью «День народного единства» и многое другое. Скорее всего, часть событий будет развиваться в России. О каком сериале идет речь? «Скорная вдова» новая, наверное. Нет, это был фильм. Нет, ну... А тут именно сериал. Он уже анонсирован. Секретное вторжение. Ааа... Просто завирусилась эта новость. Итак, Ирочка, выбирайте. Только я спал. Десять тысяча. В какой стране существует город, провинция, а также река Батман? Да, они есть. Я могу путать, но это какая-то мусульманская страна. По-конкретней. Время. Турция, вроде. Турция, вроде. В конце фильма «Мстители. Война бесконечности» место, куда переместился Танос, действительно существует и называется «Рисовые террасы в Банауэ». А в какой стране они находятся? Ооо, щас. Вот, выглядят они вот так. Ооо, это... Блин, это какая-то тоже полуазиатская страна. Может... Щас, щас, щас. Я вот думаю, либо Филиппины, либо Таиланд. Нужно ответ. Ну, по ландшафту. Ну, пусть будут Филиппины. Верно. Ей, география. Ну и остались цитаты. «Люди — странный народ. Для них порядок и хаос в противоположности, и они чатся объятнее и объятнее. Но их порывы благородны. Этого ты не заметил? Это не Доктор Стрэндж? Нет. Кто-то знакомый, пожалуйста. Это... Это, случайно, не тот робот из Мстителей, который хотел мир уничтожить? А-а-а. Альтрон, Альтрон. Эх, близко, близко. Очень близко. Вижен, как раз-таки говорил с Альтроном в этот момент. Но реплику произнес Вижен. Эх. Темы. DC. Marvel. Логично. Персонажи по фото. Детали Marvel. Паучьи дела. Фильм по кадру. Играем с Альпидой. Давайте Паучи Дела 300. Паучи Дела 300. Какой актер изображен на этой фотографии? Она очень ироничная. Том Холланд? Да. Том Холланд в костюме Супермена. Да. Человек-полк в костюме Супермена. Да. Очень ироничная. Но верно. Это последний раунд? Да. Ну и будет финал еще. Я хочу камушек. Отвечайте правильно. Получаете. 1200. Отвечайте неправильно. Ничего не получаете. Тема персонажей по фото. Я знаю, что у вас плохо здесь. Сейчас. Сейчас. Там какое-то тупое было кличка, на которой все ржали весь фильм. Ааа. Ее много как называли, но имеется в виду настоящая кличка. Нет. Увы. Чего вопрос не мой? Эх. Это охотница. Можно тогда последний камень, раз мы скругляемся? В этом DC-класс, как мне ведет. Да, вам подфартило, конечно. В кавычках. Но можно ответить с тем? Может быть. Кто является отцом Конора Хоука? Ага. Кто такой Конор Хоук? Кто? Кто же это? Ну, я так понимаю, нет. Брюс Уэйн. Давайте. Питер Паркер. Хорошо, хорошо. Оливер Куин. Ааа. Это же его клон. Ааа. Ладно. Так. Паучьи дела 900. Так, ладно, давайте к Пауку. В русском дубляже актер Валерий Кухарешин в разное время озвучил двух классических противников Человека-паука. Дебют первого состоялся в 2002 году, а второго в 2017. Кстати, первого нам снова удалось увидеть за ошибку, извините, в 2021 году. Так, обоих, ну, предположу, что может быть Стервятник и Зеленый Гоблин. Ну да, наоборот только. Ну, правильно, да, верно. Так, сейчас, пауза. Секундочку. У меня паранойя. В фильме «Человек-паук. Вдали от дома» Питер подарил МДж именно это украшение. Пускай не совсем в целом виде. Кулон «Черный Георгин». Да. Персонажи по фото 900. Тинкер. Финес Мейсон или Тинкер. Ремесленник, жестянщик, как его только не называют. Да. Так, фильм по кадру 600. Ух ты, классно. Черная пантера? Да. Очень было похоже на что-то из вселенной знака Снайдера, если честно, поняла. Возможно, возможно. Ирочка, выбирайте. Фильм по кадру 900. А, нужна часть, наверное, да? Да. Люди Икс, а это когда дни минувшего будущего? Нет. Люди Икс, первый класс? Да. Да. Причем они, да, они связаны как раз с этой отсылкой. Так. Давайте дать Marvel 600. С этой композиции начинается первый «Железный человек». С этой песней я бы даже сказал. Ох ты же, елки. Приплажу ACDC Back in Black. Верно. Эрочка, играем с вами. Так. Фильм по кадру 300. А первым «Сити» или другая война? Нет. «Заместители финал». Да. «Заместители финал». Одна маленькая деталь в этих фильмах различается, да. Ну, как маленькая, вот, большая. Ирочка, играем. Так, присажа по фото 300. А где фотография? Должна быть. Есть. Господи, как... Время. Ну, время. Извиняюсь. Альфред? Да. А, да. В расширенной вселенной DC, да, он играет Альфред. Он похож на этого, на Земо, вот, я думал про Земо. Похож, похоже. Она простарела версию Земо, пожалуй, да. Фильм по кадру 1200. Это Человек-паук. Сейчас скажу, часть, часть, нужно, да, сказать? Время. Нет пути домой. Возвращение домой. Ёлки, я понял. Война бесконечность? Да. Тогда полторы с тысячи, вам лучше не открывать. Блин, так хотелось. Похороший вопрос со ставкой. Все или ничего? Да давай, чтобы банк. 1600, Колизим. Поехали. Пирочка. Пас. Играем с Колизимом до 1700. Не дай бог. Мстители Финал. Попались. Да ладно, серьезно. Это черная вдова. Транцовочка. Время знало. Упс. Колизим, выбирайте. Так, на чем подняться? Марвел, да еще 500. Я могу спросить. Изначально питомец, известный героиней комиксов Марвел, был назван в честь Чубаки, одного из самых известных персонажей саги о Звездных Войнах, поскольку девушка является... Питомец капитана Марвел Гуси. Да. Гуси была названа в честь персонажа из фильма Лучший Стрелок. Его тоже звали Гус. Но не в честь птицы. Мне кажется, это было. Так, Марвел 600. Музыкальная композиция, сопровождающая начало именно этого фильма, отличается от других, отсутствием в звуковом ряду некоторых инструментов. Впрочем, сей факт весьма обоснован. Ну, типа, половина вселенной растворилась, половина оркестра тоже. Такая вот. Я хотел пошутить на эту тему, но не решился. Эх, перчика, выбирайте. Марвел 300. Вопрос со ставочкой, дамы и господа. 400. Колизием. Да, работаем. Бабанг, Эрочка. Пас. Играем с колизием 2.500. Зеленым этого персонажа стали изображать не сразу. Из-за проблемы, трудностей производства художникам было проблематично рисовать его серым. Ёлки, это ж вообще легко. Ну, это ловушка или гоблин? Это ответ или мысль? Мой ответ гоблин зеленый. Все, нормально. Это Халк. Ну, ирония в том, что его и раньше стали, и его дальше стали рисовать серым. Там было две версии Халка. Но не суть. Сначала он был серым, да. Глядим, выбирайте. Вот я и дома, в своем нуле. Паучьи дела 1500. В честь кого был назван этот персонаж из серии фильмов Сэма Рэйми? Give me rent. В честь кого, да, вопрос? Да. Опять за месяц задолжал? Опять! В честь художника комиксов Стивена Дитко. Он мистер Диткович. Вот я помню. Так, а учи дела 1200, давайте. Вопрос с секретом вам достается. Можно дать, можно ставить себе. Вопрос, тем вопросом, как дела с памятью? Ну, давайте себе. Себе. Пожалуйста. Восстановите хронологический порядок получения Таносом всех камней бесконечности в соответствующем фильме. Так, хорошо. Так, их в соответствующем... Ага. И там были события, которые не показывали в фильме, они тоже считаются. Тоже считаются. Значит, нужно все шесть назвать, да? По порядку. Да. Попытка одна. Предупреждаю сразу. Хорошо. Так, минное поле. Силы. Ну, полностью скажите, я скажу правильно. Силы, силы... Ну, ладно, давайте тогда так. Силы, разума, пространство, времени, реальности и души. Нет. Увы. Сначала он получил силы, потом пространство, потом реальности, потом души, потом времени и в конце разума. Эх. Колизир выбирайте. Персонажи по фото 1500. Бедная лимончика, эльпида. Эрост, братан, садо. Они ни эльпида, ни лимончик еще даже не юзали своих камней бесконечности. Нам просто не дают ответить еще. Так, славали 900. Вопрос секретом вам достается. Его нужно отдать. Кому? Нет, нет, нет. Можно мне или лимончику? О, спасибо, души. Снова цитата за 400. Ау, щит. В чем заключается источник злости Брюса Беннера? О, ё-моё. Ну, вопрос, ну, честный вопрос поставлю некорректно, потому что его может взбесить буквально все. Имеется в виду, что он сказал вот в этом кадре. Он сказал источник своей ярости. Ну, пусть будет неприятности. Ну, вы правильно сначала сказали. Он сказал, я жил всегда. Ну, потому что он очень, как бы, не аффектно, как-то вспыльчивый персонаж. Да, ну вот он так и сказал. Эльпида выбирайте. Ааа, DC-300. Камень юзать не будете? Ааа, давайте заюзаем, че уж. DC-300 принято. Имя матери Чудо-женщины. О, щит. Апразидо? Нет. Как это богиня. Иппо Литарь. Иппо Литарь. Эльпида. DC-600. Давайте DC-600. Примечательно, что одного из самых популярных персонажей DC изначально не было в комиксах. Ее образ был придуман специально для мультсериала 1994 года. В свое время озвучку персонажу подарили Арлин Соркин, Тара Стронг, Лора Пост, простите, и Кейли Куоку. Что за персонаж такой? Ой, извините. Я не успела нажать. Почему? Извините, извините. Вопрос прозвучал слишком быстро. Ладно, давайте DC-900. DC-900. Что на криптонианском языке означает символ S, изображенный на костюме Супермена? Надежда? Да. Ура! Лимончик вышел из минуса. Ура! Все. На этом спасибо. Давайте камень используем. Используем камень, да. А теперь вам достается больше времени на ответы. Сот. Marvel 900. Согласно комиксу, имя данного популярного персонажа произошло от названия игры, в которую очень любили играть пациенты особого психиатрического учреждения. Главный герой комикса, соответственно, там и лечился. Суть игры заключалась в ставках на смерть, с целью выяснить, какой пациент проживет дольше. Как же зовут персонажа? Я, конечно, могу ошибаться, но, возможно, это Джокер. Эх. Байш Марвел. Это Марвел. А, черт. Это Дедпул. Не на той вселенной пойду, а ладно. Эх. Лимончик прошел. Детали Марвел за 300. Деталь 300. Как называется этот прибор, изобретенный Тони Старком? Где картинка? А, хронотоп, что-то, что-то такое. А, поконкретней. Ну, блин, я не помню. Я не хочу цепляться к словам. Ну, тогда не знаю. Ну, ладно. Картинки не было. Прибор Мстителей Финал, держит его в руке. Прибор Мстителей Финал. Разговаривает с Кэпом, держит в руке прибор. Мстители Финал. Путешествие времени. Хрононавигатор он называется. Вообще не тот. Давайте персонажи по фото за 1200. Давайте. Гуляем. Ставка у вас номинал. У Ирочки. Пас. Играем сегодняшним 1200. Слава Поку. Это же безразище какой к этой вселенной, да? Никак нигде не котируешься. Ну, ладно, я подскажу, это DC. Да, я вот понял. Это Марсианин. Марсианин, господи. Ну, хорошо, ладно. Я зачитаю. Марсианский охотник. Ну, он из этих. И супергерл он взаимодействовал, насколько я помню. Может быть. В сериале именно был. Окей, ну, Марсианский охотник, я зачитаю. Выбирайте. Спасибо. Ага, сейчас и баллы потеряю. Детали Марвел за 1200. Что обозначает буква С в аббреватуре службы ЩИЛ? Шестая. Нет. Ну, куда? Куда вы полетели? Да, ну, я был уверен. Это стратегическая. А, стратегическая. Стратегическая. Куда же вас понесло? О, лимончик. Не в топку. Не переживаю за вас. Марвел за 1200. Марвел 1200. После войны бесконечности пять актеров из состава первых Мстителей сделали одинаковые татуировки. Видеизмененный логотип Мстителей с цифрой 6 внутри. По числу супергероев в оригинальной команде. Однако один актер, а кто отказался? Кто отказался? Марк Руффало отказался, который играл хаоса. Блин, был уверен. Татуировка выглядит вот так. Я так и знал. Лимончик, прошу. Это Али Марвел. Не моё дети. Кольцо, которое носит Тони Старк, намекает на то, что гений, миллиардер и филантроп окончил именно этот институт. Кольцо, разумеется, не обручальное. А какой-нибудь институт окончил Тони Старк? Ну, Оксфорд пусть будет. Насколько я помню, это Гарвардский университет. А, ну ладно. Пусть будет Оксфорд. Ну, он американец. Это MIT, Массачусетский институт технологий. Ну и последний вопрос. Беспрецедентно у нас ситуация сейчас на табло. Кто исполнил роль первого крысолова в фильме «Отряд самоубийц»? Миссия на вылет. Дай-ка войтите. Лимончик, убирайте тему, которая вам не нравится. Я могу выбрать сам или говорить. Можете сказать, я уберу. Ошибки. Ошибки убрали. Пронима. Список. Вот тяна. Традиции, наверное. Эльпида, за вами последнее слово. Юные таланты. Окей, все делаем ставочку, пожалуйста, ва-банк. Тема будет сказки. Вы очень интересный вопрос подобрали, заранее скажу. Первая книга английской детской писательницы Памелы Треверс, в которой появился этот известный персонаж, вышла в 1934 году и приобрела огромную популярность как в англоязычных странах, так и в остальном мире. В России эти повести в переводе Бориса Захадера до сих пор пользуются популярностью. С упоминанием этого персонажа связан весьма проникновенный и в то же время забавный момент из фильма «Третья фаза киновселенной» с авторством Джеймса Ганна. О каком книжном персонаже идет речь? Минута. Пошла. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эльпидо пишет Мэри Поппинс, это правильный ответ Колизин пишет Мэри Поппинс, это правильный ответ Ирочка пишет Мэри Поппинс, это правильный ответ Ну и с итогом всего вышесказанного Побеждает Ира Она набрала больше всех баллов в основной игре И ответила правильно на финальный раунд Спасибо вам большое, вы показали достойные знания Редко кто так в аукционах проявлял инициативу И редко кто разбрасывал с такими большими суммами Но в общем было очень интересно за вами следить Вы меня очень порадовали своими знаниями И да, ребят, в связи с последними событиями Я создал список различных соцсетей и площадок На которых можно найти мой канал Оставлю все ссылочки в закрепе и в описании Не теряйте Спасибо за просмотр и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok